Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас краффин с маком. Я немножко схитрила. Сейчас я вам покажу, как я схитрила. Я купила готовую маковую начинку. Слушай, где я сейчас нахожусь, у меня нет ни ступки, ни кофемолки. Поэтому я решила купить такую красивую маковую начинку. Поэтому я немножко в тесте убавила сахар, так как она сладкая. Ну, вы же знаете, как его. Хорошо замочить сначала, промыть. Потом отвариваем в молоке, хорошо измельчаем. Добавляем сахар, можно белок. У меня, видите, уже готовая начинка. Дальше. Формочки. Те, что я делаю, закончились у меня. Мне кажется, они самые лучшие. Поэтому сегодня используем такую формочку. Сейчас я еще бумажку сюда добавлю. Такие какие-то я купила. Во всякий случай смажем и увеличим высоту. Я не знаю, как они сильно выпечки. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Все. И сейчас прикладываем вот так. Так, формочки у нас готовы. Все. Приступаем к замесу теста. Первое, что нам надо сделать, это опару. Я ее замесила 10 минут назад. Молоко, дрожжи, сахар и мука. Все. Все. Замесила и ждем, когда наша опара в теплом месте подойдет. Пока будем готовить все для замеса теста. Два желтка. Сахар. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Как я уже сказала, я немножко сахар уменьшила. Так, как начинка у меня сладкая. Знаете, как хорошо взбиваем до растворения сахара. Хорошо, интенсивно. Теперь ванильный сахар. У меня сегодня вот такой удивительный сахар. С натуральной ванилью. Посмотрите, видно даже зернышки ванили. Обязательно щепотка соли. Примерно где-то грамма два. Или один. Смотри, какая у вас соль. Сливки. Все просто и быстро, без использования машинки. Мягкое сливочное масло. И опару. Наша опара чудесно подошла. Посмотрите, какая она красивая. Не забывайте подписываться на мой канал. Я по вкусу добавила цедру мандарина. Это примерно трех мандарин. Нам осталось добавить просеянную муку. Пока я просеиваю, это обязательно. Видите, какие комочки. Мука слеживается. Сейчас она насыщается кислородом. Получается супер. Спасибо за вашу подписку. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Смотрите, муки, может быть, понадобится больше, меньше. Желтки разные. Поэтому я добавляю 250 грамм вместе с опарой. Иногда добавляю 260. Сейчас мы с вами посмотрим. Мука всегда разная. Вот я смотрю, что грамм 10 сегодня надо добавить. Немножко липкая. Как я говорила, всегда разная мука. Желтки по размеру. Поэтому смотрим. Все, хорошо вымешиваем тесто. Оставляем примерно его на час. За это время сделаем две обминочки. Тесто просто изумительное. Прошел час. Посмотрите, тесто какое красивое. Я два раза сделала обминку. Теперь делим на порции. Смотря какие, вам надо будет краффины по размеру. Немножко смажем маслом руки. Тесто очень хорошее. Прямо дышащее. Теперь начинается самое интересное. Стол смазываем или посыпаем немножко мукой. Или смазываем маслом. И раскатываем как можно тоньше. Раскатываем как можно тоньше. Смазываем тонким слоем сливочного масла. И добавляем маковую начинку. Пузырь надулся. Такое тонкое тесто. И сворачиваем рулетом. Хорошо закрываем края. И оставляем. Неудобно будет резать на доске. Перекладываю я на доску. И накрываю пленочкой на 10 минут. Прошло 10 минут. Разрезаем. Не доходя до края. Примерно 2 сантиметра. И формируем краффин. Так мы разрезали все слоя сверху. Так аккуратно. Вот так. И закрываем. Аккуратненько. Выкладываем в форму. И оставляем в теплом месте. 40-50 минут. Где-то так. У меня есть маленький. Уже подошел. Так. Красота. Все готово. Накрываем. И отправляем в теплое место подходить. Спасибо за вашу подписку. Наши краффины подошли. Посмотрите, какая красота. Я включила духовку. 170 градусов. Вот так мы их раздвигаем, чтобы выпекались хорошо. Все. И ставим духовку вверх-вниз. Включаем с обдувом. До готовности. Примерно от 25 до 35 минут. Будем смотреть. Какие красивые. Посмотрите на наших красавчиков. Какие они красивые. Но очень горячие. Я им дам остыть. И сделаю для вас фото. Если вы хотите, чтобы блестели, покройте медом или сахарным сиропом. Спасибо за вашу подписку. Спасибо, что вы были со мной. Посмотрите, какой он нежный. Всем пока.